Вирабадрасана вторая. Поза воина. Встаньте в тадасане. На глубоком вдохе с прыжком поставьте ноги на расстоянии 105-115 см. Расставьте руки в стороны. Слегка поверните внутрь левую стопу, а правую развяните на 90 градусов. Растягивая ноги, поверните верхние части бедра наружу. Подтяните копчик внутрь. Ровно растяните мышцы с живота и выровняйте таз. Поддерживая равновесие в тазе и в груди, выправив спину и прочно установив левую ногу на выдохе, согните правую ногу на 90 градусов. Бедро должно быть горизонтально поло. Левое бедро должно быть развернуто кверху. Отведя верхнюю часть бедра левой ноги назад, вберите ягодицы внутрь и вверх. Нажмите правой пяткой на пол и растяните внутреннюю часть правого бедра от паха от колена. Колено должно смотреть на середину стопы. Поддерживая вес на внешней стороне правой пятки, направьте правую ягодицу и грудь вперед. Отведите лопатки назад и расправьте грудную клетку. Сильно растяните левую руку и посмотрите поверх правой руки. На вдохе поднимитесь. Поверните стопы. Руки должны оставаться поднятыми. Поверните слегка правую стопу внутрь и левую отведите на 90 градусов. Растяните ноги и уравновейте таз, распрямив обе стороны живота. Напредите левое бедро и поднимите его, выравнивая таз, и на выдохе согните ногу в колени. Бедро должно быть горизонтально пола, а правая рука должна тянуться в противоположном направлении. Поддерживая правую ягодицу в положении назад, вберите ягодицы внутрь. Поставьте пятку вытянутой ноги плотно на пол и подайте левую ягодицу и грудную клетку вперед. Левое колено должно смотреть в середину стопы. Зафиксируя позу, поднимите внутреннюю лодыжку правой стопы и внутреннюю часть правого бедра вверх. Поднимите грудь, поворачивая голову и вытягивая левую руку. Нажав внешней стороной пятки правой ноги, выдохните и поднимитесь. Поверните стопы параллельно и на прыжке сомкните ступни. В йоге мы используем тело, которое считается известным, чтобы обнаружить дух внутри, который, как правило, считается неизвестным. В каждой позе мы движемся извне внутрь, от известного к неизвестному. Затем, из неизвестного, из центра нашего бытия, мы возвращаемся обратно в мир известного.